Собаки агрессивны, а за счет укушенных идет на десятки. По крайней мере, именно такие данные приводят жители домов в районе улицы Богдана Хмельницкого и Ефремова. Буквально на днях животные напали на пенсионера, а наша съемочная группа едва не стала свидетелем трагедии. Фу! Фу! Вот они, вот пожалуйста. Вот эти собаки и есть причина для беспокойства обитателей дома номер пять и соседних строений по Богдана Хмельницкого. Как говорят сами местные жители, одного пса в свое время выгнали нерадивые хозяева, а тот нашел себе компанию. Иногда собаки вполне дружелюбны и спокойно общаются как с людьми, так и с домашними животными. А порой у них совсем другое настроение. Этот мужчина едва не пострадал прямо во время съемок материала. Ситуация действительно серьезна. На глазах у вас. Ой, они с палкой, это еще лучше. Я не знаю, как лучше. По поводу животных жильцы многократно обращались во все инстанции. Ведь случаев их агрессивного поведения немало. Вот только нельзя просто так убрать этих собак с улиц. Если до 2019 года работа с животными велась путем их собаку сыпляли, то на сегодняшний день приоритет государственной политики, что безнадзорные животные это не вещи, это живые существа. Собака с биркой должна стать таким определенным трендом. То есть это та собака, которая уже стерилизована, та собака, которая уже привита. И этих собак действительно забирали, стерилизовали, чипировали, о чем свидетельствуют бирки. Но не перевоспитали. Случаи агрессии продолжаются. Агрессивные по обстоятельствам. Пять минут не агрессивные, через 15 минут могут нападать на кого угодно. И не выбирают то, что человек здесь живет, в этом дворе или там прохожий какой-то. Сергей среди тех, кто обращается во все инстанции. Буквально накануне утром эти самые собаки напали на его пожилого отца недалеко от дома. Серая собака за этого хватило, а собец черный забрал. 85-летнему Егору Алексеевичу пришлось обращаться в травмпункт. От переживаний поднялось давление. Ухудшилось самочувствие. Предстоит долгое лечение. Проходила женщина там с собачками своими. И возле нее эти большие собаки. Но это не первый раз большие собаки. Они и меня знают. Три собаки бросились на меня сзади. Я не видел, как они подбежали ко мне сзади. Сын пенсионера намерен обратиться в правоохранительные органы. Его отец серьезно пострадал. Да и к идее чипирования животных в этом микрорайоне теперь относится скептически. Даже если это то самое исключение из правил, а собаки агрессивны лишь время от времени, местным жителям от этого не легче. А следующий случай может произойти в любой момент. Игорь Кранцев, Михаил Державин, Весть Сульяновск.